Доброе утро! Книгу себе эту захотела, вам всячески тоже рекомендую, но получит ее тот, кто... Кто ответит правильно на вопрос. Вопрос, я думаю, не такой сложный, и кому-то под елочку эта книжка достанется. Вопрос такой. В какой стране принято дарить на Рождество рождественскую звезду? Это растение в России называют молочай. То есть в Германии дарят это растение, в Англии или в Аргентине? Три страны на выбор и книжка ваша, если вы ответите правильно. Смотрите, мы вас не будем подвигать к правильному ответу, потому что, насколько я понимаю, мультиварка – это сейчас один из самых модных приборов, и, в общем, эта книга будет весьма востребована. Елена, расскажите, что было востребовано из книг в вашем магазине на прошлой неделе? Появилась замечательная книжка «Слава Эссе. Сантехник. Твоё моё колено». Я хотела бы также вам задать вопрос, давно ли вы читали книги и хохотали от души вслух? Вот я, когда знакомилась с этой книгой, просто я смеялась от души. То есть если читатели в нашей предновогодней суете устали, найдите, пожалуйста, минутку, познакомьтесь с этой книгой, вы отдохнёте и получите огромное удовольствие. Это рассказы, повести, что это? Ну, это вот такая небольшая книга, это повесть, и, собственно говоря, автор, можно сказать, описал себя в этой книге. Можно также провести параллель, что мы с вами ежегодно смотрим фильм, и один из главных героев этого фильма из одного города оказывается в другом, и оказывается как бы в своей квартире. Здесь почти та же самая история. Главный герой становится автором, и издательство для того, чтобы он быстрее написал книгу, на лето снимает ему дачу. Но он оказывается в чужой даче. И дача оказывается сюрпризом, потому что предыдущая хозяйка ещё не выехала, вот там начинаются у них различные взаимоотношения. Это бессмертная история, это бессмертная. Я, по-моему, что-то я зачиталась, извините, пожалуйста. Елена, у вас ещё есть что там? Следующая книга Ольга Исаева «Антошка Петрова. Советский союз». Это вышла новая серия в издательстве, и причём рекомендует эту серию 100 читателей. То есть поставлены были не то чтобы эксперименты, но книга предварительно дана была людям, люди её почитали и сказали, действительно, эту книгу можно рекомендовать и своим друзьям, и вообще широкой аудитории. Главный герой здесь девочка Антошка, подросток. Описывается здесь её советское детство. У меня, например, было советское детство, и много чего можно вспомнить. Так что можно почитать и поностальгировать. Спасибо. У нас есть телефонный звонок, кто-то всё-таки решился выиграть эту книжку «Новый год без хлопот» в мультиварке. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Нина Михайловна. Елена Михайловна? Нина, Нина. Нина Михайловна. Итак, Нина Михайловна, смотрите, в какой-то стране из перечисленных нами в Германии, Англии и Аргентине или Аргентине существует традиция дарить рождественскую звезду. Это такое растение, которое у нас в России называется молочаем. Как вы считаете, в какой стране такая традиция? В Германии. Откуда вы знаете? Я очень много читаю, занимаюсь бижутерией. И, в общем, прикладным искусством получила много дипломов и очень люблю всё это. Какие у вас начитанные телезрители. Вот тот самый случай, когда знания помогают приумножить богатство, в том числе богатство духовное и богатство интеллектуальное. Вам эта книжка достается, мы вас поздравляем, спасибо вам большое за правильный ответ. Низкий поклон вам, с праздником. Спасибо, и вас тоже с праздником. Ну, а у нас есть ещё одна книга, что это? Появилась тоже интересная книга Владимира Орлова, называется «Земля имеет формы чемодана». Одни критики говорят, что это философская сказка, другие говорят, что это некая феерия, в которую Орлов включил различные тоже необычные приключения главного героя. И, собственно говоря, издательство очень интересно преподнесло эту книгу читателям, потому что сказали, что когда книжка только вышла из издательства, на главной площади страны появился некий чемодан. А когда книга появилась на книжных полках в магазинах, этот чемодан был озобран. Так что я предлагаю читателям познакомиться с этой книгой и тоже получить огромное удовольствие. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Интересные новинки и тем, кто, например, отправляется в путешествие новогоднее, куда-то в тёплые края. Да у всех скоро путешествие, отдых, Женя, на протяжении многих дней. Ну-ка, кто-то на диван путешествует, отправляется. С книжкой. Спасибо большое. Елена Швецова, руководитель информационной службы Дома книги, была у нас в студии программы Утро ТВ. Спасибо вам огромное. С наступающим. Ну а мы продолжаем и вернёмся в нашу студию после небольшого коммерческого перерыва.